Микс Ньюз В эфире Радио Болтком Программа По дороге с Вес Моторс Говорим на автомобильные темы Присоединяйтесь Ведущий программы Аби Калкин По дороге с Вес Моторс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Как мы уже анонсировали Сейчас нас, я думаю, для многих Тех, кто едет за рулем И стоят пробки Будет прекрасное времяпровождение Полезное Все мы будем говорить, как мы уже анонсировали Про автомобили Сегодня такая премьерная передача По дороге с Вес Моторс У нас как раз в гостях Почетатель Совета Акционированного общества Вес Александр Лосикин Добрый вечер Автомобили, это, наверное, та тема По которой можно говорить очень много И интересно Многие вспоминают сразу Вот эту знаменитую фразу Что человек счастлив дважды Когда он купил автомобиль Когда он продал Но, видимо, продавая Он уже думает о том, что он будет покупать Поэтому вот Тема такая Многогранная Может быть, мы начнем Действительно с тенденций Авторынка в Латвии Поскольку мы знаем Что, ну, худо-бедно Все-таки экономический рост Какой-то есть И это всегда дает Какой-то толчок В том числе Для людей Для компаний Сменить свой автопарк Вот, может быть, несколько слов Об этом И потом перейдем Вот К тем Моделям Которые, наверное, вам ближе И с учетом Сегмента рынка Которые очень популярны В Латвии Там, Тойота и Лексус Но, может быть, сначала Начнем о тенденциях Да, вы совершенно правы Экономическая ситуация Подталкивает автомобильный рынок И он растет понемножку Если смотреть официальные цифры То рост очень небольшой Всего лишь 1% Но, если поглубже Взглянуть на эти цифры Мы видим, что Внутренний спрос Продажи в Латвии Они увеличились Примерно где-то на 11-12% Уменьшился реэкспорт То есть, внутреннее потребление Выросло в сравнении с Прошлым годом Примерно на 11-12% Это хороший знак Ну, причин тому несколько Во-первых, как вы сказали Экономическая ситуация улучшается Второе Более доступным стало Кредитование автомобилей Потом какой-то Отложенный спрос был И вот сейчас Он начинает реализовываться И автопроизводители И их представители Дилеры Очень активно работают Поэтому вы можете Видеть и слышать Масса различных акций И распродаж Назовем так Вот говоря Все-таки О ВЭСе Когда я посмотрел Цифры интересные Да, вот там Рост Примерно продаж На 22% Да, вот В принципе Это довольно значительный Чем вы это объясняете Да, вы знаете Нынешний год Завершается уже И он для нас Был очень успешным Я скажу так Что Тойота Мы представляем Тойоту Как компания ВЭС Тойота и Лексус Да Тойота очень успешно Поработала в этом году И рост составил 22% При общем росте Всего лишь 1% По стране Да А компания ВЭС Выросла на 32% Это общий объем продаж Да Совершенно По сравнению С Прошлым годом Но это В принципе Какой-то рекорд За последние Несколько лет Такого не было Прошлый год был Тоже достаточно успешный Но этот год у нас Был Скажем рекордный За последние Наверное На 9 лет Вот Многие Объясняют Рост Тойоты И Лексуса Продаж Объясняют Линейкой Что очень широкая линейка И тогда можно Охватить Ну скажем так Разные запросы И средний класс И бизнес класс И женщины И мужчины Юридические лица То есть корпоративный клиент Это так? Это действительно Объясняется Именно вот такой Линейкой широкой Совершенно верно Тойота Мотор Корпорейшн Производитель Автомобилей Тойота И Лексус Предлагает Практически Полную линейку Легковых Автомобилей Внедорожников И Здесь может Каждый Найти для себя Именно то Что ему Необходимо Да Вот То что ему Необходимо Как раз И вы сказали Про полную линейку До эфира Вы успели мне сказать Что в Копенгагене Состоялось Очень интересное Мероприятие На котором Сам Тойота Господин Тойота Участвовал И выступал С лекцией И говорил Насколько я понимаю Настоящая Технологическая эволюция Продолжается В автомобилестроении Да Она продолжается И Я бы сказал Так За последние Сто лет По меньшей мере Никаких Кардинальных Изменений В конструкции Автомобиля Или двигателей Дизайн менялся А конструкция Это в принципе Совершенно верно Или двигателей Не происходило Но сейчас Мы стоим Уже на пороге То есть бензин И дизель Бензин и дизель Да А сейчас Мы уже стоим Даже не на пороге А мы уже В этом процессе Когда Поменялась Парадигма Как развивается Автомобильное Автомобилестроение И автомобильный бизнес Что я имею ввиду Я имею ввиду То что Сейчас появилось Много автомобилей С гибридными установками То есть Если в двух словах В автомобиле гибридном Которых сейчас Очень много В Латвии Кстати У нас Более 35% Всех продаваемых Автомобилей Это автомобили С гибридными Двигателями То есть В ВЭСе Да В ВЭСе Совершенно верно То есть Это Небольшой бензиновый Двигатель И рядом Электрический Двигатель И аккумуляторные Батареи И вот эти Три компонента Работают вместе И они Двигают Автомобиль Вперед Что это дает Во-первых Это дает Экономию топлива Ощутимый Особенно в городе Во-вторых Когда ты стоишь в пробке Это особенно Конечно Во-вторых Автомобиль Конструктивно Может быть Кажется сложнее Но на самом деле Он более надежный Поэтому Его владение Его обслуживание И ремонт Обходятся Значительно дешевле Чем дизельный Это очень важное замечание Потому что Есть такой стереотип Что это очень сложный механизм Наверняка будет дороже Вы знаете Механизм Конечно Достаточно сложный Но он на сегодня Настолько отработан Что Эти гибридные установки Они просто не ломаются Тойота Уже выпускает Гибридные автомобили 20 лет Все уже отработано Да Уже выпущено Около 10 миллионов Гибридных Тойот И Около полутора миллионов Лексусов Поэтому Это все Очень И очень Надежно И рассчитанно Аккумуляторная батарея Рассчитана На весь Срок Службы Автомобиля Вы задали вопрос По поводу того Что А что нам Тойота Сан на конференции Рассказал Ну Скажу следующее Что В связи с тем Что в мире Поменялась Очень Кардинально Картинка Общая И Дизеля Во многих Странах Или во многих Городах Чуть ли не Вне закона Ну Есть например Ограничения Точно Да Вот Во Франкфурт Например В центры города Скоро Большинство В большинстве Западных Европейских Стран Въехать на Дизельном Автомобиле Будет Невозможно Это раз Второе Сейчас принимается Законодательство Принимаются Законы Ограничивающие Использование Этих Автомобилей И Налоговое Законодательство Разрабатывается Таким образом Или уже Принято В некоторых Странах Которые Дискриминируют Владельцев То есть Владельцев Дизельных Автомобилей То есть Заставляя их Платить Гораздо Большие Налоги И Фактически Так получается Что Этой экономии Уже нет Да Поэтому Да Можно сказать Ну это Когда будет Еще Я могу Купить Дизельный Автомобиль Поездить Три или Пять лет Потом Продать Кому-то Но вы Знаете Продать Боис важнее Совершенно верно Во-первых Налоги Придется Платить Большие Во время Эксплуатации Автомобиля А во-вторых Этот автомобиль Будет трудно Кому-то Продать Потому что Кто же Захочет Платить Какие-то Большие Налоги Только из-за Того Что Вот он Купил Дизельный Автомобиль А не Получается И так Что тогда Хоронить Бензиновые Двигатели Тем более Рано Я понимаю Что появляются Гибриды Но получается Что еще Бензиновые Какое-то Время Будут Да Вы знаете Так получается Что Бензиновые Двигатели Они будут Ну более Предпочтительны Для Использования На них На них Не будут Смотреть Извините Так Косо Как На Дизель Дизель Я просто Конкретный Пример Могу Привести Мне друзья Из Германии Из Франкфурта В частности Буквально Там Две недели Назад Рассказали Он говорит Вот купил Мой сосед Дизельный Автомобиль Он говорит Так все Соседи Смотрели На него Косо С осуждением То есть Сегодня Загрязняет Воздух Да Сегодня Это уже Стало Таким Ну Нехорошим Тоном Если Не иметь То Во всяком Случай Покупать Новый Автомобиль Чтобы он Был С дизельным Двигателем Но Я бы Конечно Не стал Хоронить Дизельные Двигатели И Стоять На них Крест Почему Потому что Коммерческий Транспорт Он все таки Дизельный Или Внедорожники Они тоже В основном Дизельные То есть Специфика Их эксплуатации Требует Все таки Дизельного Но если Говорить о том Как развивается Как эволюционирует Автомобильная Промышленность Что за этим Последует Я скажу так Это были Бензиновые Двигатели Потом Дизельные Двигатели Вот бензин и дизель В течение Последних 100 лет Победно Шагал по планете Потом появились Гибридные Технологии А сейчас Мы уже Пришли В частности Тойота Здесь можно сказать Пионер Кто первым Массовое производство Пустил Автомобили С водородным Двигателем То есть Скоро они могут И у вас И у нас появиться Да Они в 20-м году Мы будем продавать их На рынке Латвии Ну Я может быть Двух словах скажу Чтобы не пугало Потому что Многим кажется Водород Водородная бомба Что-то может там взорваться Там что-то очень опасное Там нету Двигателя В привычном понимании Нету камеры сгорания Там поршней Например Цилиндров Это Ну Условно говоря Как губка Которая Из Бензобака Назовем так В котором водород Находится Она поступает И через Путем Химической реакции Преобразуется В электрическую энергию Которую движет Электрический двигатель Поэтому Обычного двигателя Там нет Там есть только Электродвигатель Ну Поясняется Что за этим Будущее Видимо Ну и Последнее Или что О чем многие Сейчас говорят И видят Будущее Это электрические Автомобили На электрической тяге С аккумулятором Такие кстати Есть по-моему И в Весе Тоже Да В салоне Электрический автомобиль У нас еще нет Электрических двигателей Но будут И полная Гамма Необходимых Автомобилей Тойота уже Разработала Это видимо Еще связано с тем Что еще в Латвии Так не развита Система заправок Потому что Всегда возникает вопрос Как это все Подзаряжать Конечно Но это зависит От тех Технологий От тех решений Которые использовали В строительстве Автомобиля Сегодня Уже есть разработки Которые позволяют Очень быстро Заряжать батарею И Пробег Без Дозаправки Очень серьезно Удлиняется Как нам Рассказал Тойота Сан Тойота разработала Уникальная Разработка Это твердые Аккумуляторы Не жидкостные Там нету Ни электролита Ни каких-то жидкостей А он твердый То есть принципиально Какое-то Революционное Изобретение Он будет держать Электричество долго Он будет держать и долгое электричество И очень быстро заряжаться И возможно это решит проблему Которая есть сегодня Что вам нужно Иногда Если дома Не на специализированной станции А дома Вы электромобиль Должны Заряжать двое суток Чтобы он зарядился Или ехать на специальную заправку И ждать Там от двух до четырех часов ждать Ну вот как бы так Да Вот готовясь к сегодняшему эфиру Я посмотрел Топы продаж Тойоты Вот Веси И РАВ-4 Аурис И Авенсис Лидируют Вот Вы сами Как это объясняете Почему именно эти модели Учитывая ваш опыт Ну Что касается успеха РАВ-4 Я могу объяснить тем Что 42% новых автомобилей Которые регистрируются в Латвии Я имею ввиду все бренды Да Это автомобили SUV Так называемые Кроссоверы Да Кроссоверы мы называем Да Вот Поэтому Это самый высокий в Европе показатель Ни в одной другой стране Так много не продается В процентном отношении Кроссоверов И поэтому успех РАВ-4 Объясняется этим А что касается Легковых автомобилей Аурис И Авенсис То они Ну Очень Они в своем классе Лучшие И очень Надежные Надежные И востребованные Я бы еще добавил К этой тройке Такой автомобиль ЦХР Или СЕЙЧАР Он Такой небольшой джипчик Космический По виду Космический Футуристичный Очень удачная модель И Рынок То есть люди Приняли его Очень-очень тепло И На него Очень много желающих Приходится Подождать Немножко Если кому-то Какой-то степень Есть очередь Да Есть очередь Особенно на гибридную Модификацию То есть Получается Что На какие-то модели Даже приходится Записываться И когда Эти автомобили Приходят Вы сообщаете Клиентам Совершенно верно Да Ну вы можете Заказать автомобиль на Производство Того цвета и комплектации Который вам нужен И вы конечно Его через Три-четыре месяца Получите А если Из салона То тогда Вот то что в салоне То что есть Да Вот Во второй части Мы еще тоже Об этом подробнее Поговорим Все-таки Вот Можно ли говорить Что определенная Тенденция Что все больше Людей Понимают Что как В том анекдоте Когда спрашивают Какой тебе нравится Машина Ну в надежде Что человек Скалькует Эта модель Он говорит Новая Имея ввиду Что все-таки Новая При всех Нюансах И цены И так далее Тем не менее Это и гарантия Это и надежность И обслуживание Соответствующее В этом же салоне У дилера Есть такое ощущение Что все больше Людей это понимают Да Можно Заподозрить Что я лицо Заинтересованное И буду продвигать Идею Покупайте новые машины Но Я скажу так Сейчас даже не о моделях Говорим Вообще Как таковой Если мы берем Просто калькулятор Рассчитаем А что же все-таки Выгоднее Купить какой-нибудь Пятилетний автомобиль Ну понятно Сэкономив деньги Или все-таки Купить новый автомобиль Пусть это будет Там в лизинг То я скажу Что дешевле Будет обходиться Все-таки Новый автомобиль Почему Потому что Его Не нужно ремонтировать Нужно просто делать Периодическое Техническое обслуживание И в зависимости От производителя Это от 15 До 30 тысяч Раз Второе Вам не нужно Тратить не только лишние деньги Но и время Связанное С ремонтом Или обслуживанием Автомобиля Есть еще один Достаточно большой риск Покупая Автомобиль БУ Вы не всегда Понимаете И знаете Его истинную Биографию Зовем так Историю Да Поэтому Если вы покупаете У официального Дилера Ну Я могу сказать Что близко К 100% Это надежная Покупка И Даже подержанного Автомобиля Дилеры Никогда Этого не произойдет И обязательно Какая-то бабушка Из Германии Владила Этим автомобилем Поэтому там пробег Буквально смехотворный Поскольку она ехала Только в магазин За булочками Да Совершенно верно Ну Как можно грустно Пошутить Образование у нас Бесплатное И очень часто К сожалению Люди на этом Ошибаются Обжигаются Но Продолжают Снова и снова Повторять эту ошибку Поэтому Поэтому Передача Надеюсь Как раз создана Для того Что в том числе Развеять Мифы Или заблуждения И помочь людям Сориентироваться На этом автомобильном рынке Тем более Что уже Наверное Каждая вторая Или по статистике Третья семья В Латвии имеет автомобиль У многих уже Две машины на семью Поэтому Это вопрос Такой очень актуальный Александр Осик На студии Председатель Совета ВЭС Небольшая пауза На новости и рекламу Не переключайтесь Микс Ньюз Еще раз Добрый вечер Как мы уже сказали Сегодня у нас Такой премьерный выпуск Передачи По дороге С ВЭС Моторс Мы как раз Будем обсуждать Все что Связано с дорогой Автомобилей И все что вокруг них Вот интересно У меня есть несколько знакомых Это не специально Там Потому что Сегодня мы об этом говорим Вот Которые Приобретают ВЭС У них уже Пятая Шестая Тойота Они говорят Мы уже сейчас На пенсию выходим Начинали еще Ну не молодом возрасте Но вот И все время Просто покупаем Потом Сдаем Берем следующую Вы тоже Знаете Что есть целые династии Да Вот те которые Совершенно верно Династии Именно Но это говорит Наверное о том Что Вот Там Гиллер Который работает В Латвии Если он Житель Латвии Ему не все равно Что он продает Да Конечно Нам не все равно Что мы продаем И Нам не все равно Как мы это делаем Нас интересует Не только Финансовый результат Нашей работы Но и Мы встречаемся С нашими клиентами С нашими Покупателями И в городе И в магазине И в театре Поэтому Мы им постоянно Смотрим в глаза И мы хотим Чтобы Они не жалели О том Что они Выбрали нас Как вы правильно Сказали Династии Есть уже Компания наша Работает 27-й год На латвийском рынке Это старейшая Автомобильная Компания То есть вы одни из первых Фактически начали Да Да Мы начали Одни из первых И на сегодняшний день Старейшая компания И С первого дня Я и мой партнер Иван Тыщенко Мы руководим Компанией Вот И компания Латвийская Одна из немногих Автомобильных Компаний Которая работает В Латвии Она С стопроцентным Латвийским Капиталом Вот А почему Задерживаются Скажем так У нас клиенты На долгие годы Это зависит Во многом от того Даже Не что мы продаем А как мы это делаем Тойота Автомобиль Это не наша заслуга Мы представляем Тойоту Наш продукт Это Это Вот те Позитивные эмоции Которые получают Клиенты От работы От общения С нами Это все Начиная от того Которые попадают В салон И потом Приобретают И обслуживание Тоже Конечно Каково было Насколько дорогим Было Его обслуживание И ремонт В эти годы А что происходило Давали ли вам Подменный автомобиль Когда вам надо Было обслуживать А напоминали ли вам Вовремя Что нужно пройти Техосмотр И предлагали ли Сделать за вас Это Как мы это делаем А что есть такая возможность Конечно У нас В нашей базе данных Мы автоматически Получаем Из базы Информацию Вот например У господина Абика Элькина Через Три недели Заканчивается Техосмотр Мы звоним Вам предлагаем Приехать к нам Сделать техобслуживание Подготовить автомобиль И наш сотрудник За вас съездит В ЦСДД Пройдет техосмотр Это кстати Большая помощь Потому что Бывает что И очереди И рабочее время А день-то подходит Когда нужно Походить техосмотр Да Или например Вот вы ездите На автомобиле Вас останавливает Полицейский И вы с удивлением Узнаете Что у вас закончилась Страховка И это вам грозит Большим штрафом Да И еще штрафными пунктами Совершенно верно Я думаю Некоторые из Слушателей Столкнулись С такой неприятностью Но мы не допускаем Этого Мы следим за тем Чтобы у наших Клиентов Страховка Была Возобновлена Вовремя 612-12-939 Телефон Прямого эфира Вы можете Кстати Звонить И задавать вопросы Нашему сегодняшнему гостю Работает и Видеочат Вы можете Оставлять вопросы И Задавать вопросы По видеочату На нашем сайте MX News LV Вот Говоря действительно Об этом Полном сервисе Вот Мне кто-то сказал Что даже Вот В автосервисе ВЭС Вот Есть видеокамеры И это Тоже позволяет Ну гарантировать Качество Обслуживания клиентов Конечно Это так и есть Да Конечно Но эти камеры Больше нужны Не для того Чтобы даже Дисциплинировать Наших сотрудников Поверьте У нас сотрудники Работают Очень долгое время Они лояльны И компанией И клиентам Это больше Для того Что если Возникает Какой-то там Претензия Со стороны Клиента Вот что-то Помяли Или что-то Отломали То мы Отматываем И смотрим На самом деле Это случилось То же самое И на территории Если Клиенту кажется Что ему помяли Там Дверцу Это произошло У нас Мы как бы Выясняем Через видеозапись Это было у нас Или рядом На стоянке У спицы К примеру Да К примеру Вот Одевайте пожалуйста Наушники Будем принимать И звонки тоже Добрый вечер Слушаем вас Пожалуйста Вечер добрый Да Ну я наверное Один из тех счастливцев Который в этом году Стал владельцем Машины Тойота Назовен счастливцем Потому что Ну машины хорошие Реально классно продуманные Но есть свои косяки Без них не избежать Что я вот не услышал В речи вашего гостя Что очень важно Для медовской Для клиента Что то что происходит С машиной Те болячки Косяки Как можно быстрее Доходили до производителя И производитель Принимал решение К сожалению Вот я за 4 месяца Езды на Тойоте Где-то на 3 Копейками недели Ее вынуждены Была вставлять Спереть на решение Детских болячек И одна из болячек До сих пор не вылечена Тойота Про Сверса Новая машина Спасибо большое Да Ну понятно Что особенно Если Какая-то новая модель Еще может быть Не до конца Доработана Радио Слушали правильно Замет Такие детские болезни Есть такое Высказывание У автолюбителей Вот Бывает такое Да Наверное не избежать Да Вы знаете Я когда слышал Вы начали рассказывать Про то Что вот Три недели Без автомобиля И детские болячки Я думаю О чем это Разве это о Тойоте У Тойоты Такого практически не бывает Но когда вы сказали Что это проезд Я соглашусь с вами Что Это новая модель Абсолютно Она сейчас собирается В Европе И Ну вот эти детские болезни Они пока существуют Но мы стараемся Сделать максимально Чтобы Избежать этих неудобств Поэтому Мне Может быть И Не знаю Можно ли Я на первую часть вопроса Обратил внимание Даже не вопрос Что машина-то классная Да То есть Сказал радиослушатель Но что-то Наверное бывает Временное Но вот Все-таки Я бы так еще Вопрос переформулировал Происходит ли Если так можно сказать Обратная связь Между вот вами Как дилерами И производителем То есть Наверное Что-то Он вам рекомендует И вы Наверное По своим наблюдениям По эксплуатации Автомобилей Клиентами Тоже наверное Можете сказать Что может быть Вот там Доработать Или пожелания Я почему говорю Поскольку Один мастер Говорил Что понимаете Ну как В каждом континенте Там машина Можете Вести По-разному Исходя Даже из погодных Условий Наших дорог Что касается Например Приспособленности Автомобилей К погодным условиям То мы получаем Так называемую Скандинавскую Комплектацию То есть Она учитывает Она учитывает И наш холодный климат И влажность И перепады температур Вот Обратная связь Обратная связь Ну по-английски Как у нас Называют Это фидбэк Обратная связь Для Тойоты Это Архиважный вопрос И поэтому В каждом Дилерском центре Тойоты Есть специалист По Отношениям С клиентом Который разбирает На первом этапе Все какие Жалобы Или Какие-то Замечания Или пожелания И подключает И подключает Необходимых Специалистов С нашей стороны И поэтому Я думаю Это позволяет Тойоте Быть лидером По качеству В мире Если мы смотрим В целом И Качество Не только Автомобилей Но и качество Обслуживания Я думаю Что Слушатель Позвонивший Он наверное Все таки Не может Пожаловаться На то Что Его Проблема Осталась Без внимания Я уверен Что Было много Внимания Уделено Чтобы ее Решить Но вот эти Детские болезни Я уверен Скоро Они будут Решены 612-12-939 Телефон Прямого эфира Можете Дозваниваться Очередной Звонок Добрый вечер Слушаем вас Пожалуйста Добрый день Добрый день Скажите А у меня такой вопрос Меня зовут Наталья Тойота Как производитель В нашем мире Славится Своим Методом Бережливого Производства Лим Методом И вот Интересно Применяется ли Этот метод У распространителей В Латвии Спасибо за вопрос Это он очень Правильный Актуальный Я должен сказать Что наша компания West Motors Первая в Латвии Среди автомобильных Дилеров Прошла сертификацию И получила Сертификат 14001 Это что? Это именно По защите Окружающей среды И по Бережливому Производству И минимизации Вредного Воздействия Нашей деятельности Это имеется в виду Такая зеленая Энергия То есть мы зеленая Компания Да И мы получили Этот сертификат Пять лет тому назад И каждый год Мы его должны подтверждать И это налагает На вас определенные Требования Это требования Расходы И человеческий ресурс Требуется Но без этого Никак Если Toyota считается Зеленой компанией И уделяет Очень много Внимания Экологии И чистоте Поэтому она Лидер В разработках Как гибридных Автомобилей Так и Автомобилей С водородным Двигателем И сейчас Уже Становится Лидером По Электрическим Автомобилям Это как бы Мы должны Следовать Этой общей философией А каковы Тенденции Может быть Это такой вопрос С одной стороны Покажется Такой вот Упрощенный Понятно Что есть разные Автомобили Разные цены Но в принципе Учитывая ваш опыт 27 лет В этой автомобильной Промышленности Торговли Все таки Сейчас тенденции Какие Цены Они повышаются Или наоборот Они как-то Унифицируются Становятся Средние цены На Toyota и Lexus Я понимаю Что Lexus Там премиальный Класс Но тем не менее Если мы говорим Вот такой О ценевой линейке В сравнении С другими марками Ну похожими По Классу Я сказал бы Что цены На автомобили Практически Не меняются Со сменой моделей Цена Она может Меняться В пределах 2-3 процентов То есть нельзя сказать Что создали гибрид И он стал Очень дорогим Вы знаете Когда он появился Впервые В Латвии Это наверное Было 14 лет Тому назад Он был Значительно Дороже А сегодня Если вы придете К дилеру В салон То с удивлением Для себя Обнаружите Что автомобиль С бензиновым двигателем И такой же Автомобиль С гибридным двигателем Стоит практически Одну цену То есть разницы Уже нет Да Дозванивайте Еще есть возможность У вас позвонить На этот вопрос Нашему гостю Вот Что касается Дизеля Вот вы говорили В самом начале Тем не менее Если мы посмотрим Статистику И даже посмотрим По продаже Я не имею ввиду Тойоту Я вообще Если посмотрим Автомобили Которые завозятся В том числе ИБУ Не знаю Превалирует Может быть я ошибаюсь Все таки Дизели превалируют Почему Это потому что Европа От них избавляется Или потому что Ну все таки Я сейчас По коммерческе Транспорт Не говорю Как-то у нас Привыкли Что вроде Экономичнее Дизель Вы знаете Есть наверное Две основных Причины Первая Все таки Вторичный рынок Во-первых Люди Покупающие Автомобили С пробегом БУ Из-за границы Они Стараются Да Я сейчас Приму Стараются найти Оптимальное Экономичное Решение И купить Автомобиль За небольшие Деньги Чтобы расход Был небольшим Вот И Вторая Причина Которая Сегодня Может быть Делает Приобретение БУ Автомобиля Дешевле Чем прежде Это то Что Европа Сегодня Избавляется От Дизельных Автомобилей Я в начале Передачи Рассказывал Что сегодня Это стало Уже таким Ну Нехорошим Тоном Много Звонков Добрый вечер Слушаем вас Пожалуйста Добрый вечер У меня Вот такой Вопрос Следите ли Вы за гонкой 24 Читали Мана И почему Тойота Всю жизнь Которая Очень долго Использует Гибридные Технологии И никак Не может Выиграть Эту Гонку Спасибо Это хороший Вопрос Не знаю Да Да Вопрос Конечно Вы застали Меня врасплох Я скажу Небольшой фан Этих гонок Но я знаю Что вот Как бы Два года Подряд Тойота Была Практически На расстоянии Вытянутой руки До победы Но что-то Случалось Все-таки Следите Значит Но что-то Случалось Что не позволяло Буквально За круг За два До окончания Гонки Финишировать Вот Но Тойота Практически Единственный Автопроизводитель Который Взял на себя Смелость И поставил В автомобиле Гонки Лиман Не обычный Двигатель Внутреннего Сгорания А именно Гибридный Двигатель И вот 24 часа Нон-стопом Эти автомобили Демонстрировали Ну Замечательные Результаты Вот Ну Первым Первым Достаются Иногда И лавры Иногда И шишки Поэтому Да Но это Как раз Только Подтверждает Выносливость Этих технологий Еще один Звонок Примем Добрый вечер Слушаем вас Добрый вечер Да Пожалуйста Такой вопрос Вот Тойота Хайлендер Почему Не предлагается На европейском Рынке Вот Вообще Среди Японских Машин Я смотрю Японских Предводителей Точнее Семиместные Большие Кроссоверы Практически Отсутствуют В предложениях Вот Есть доступны Только Автомобили Бизнес-класса Как Аудику Сем Допустим Вольво XC90 Да Вот Почему Так Почему Нету Спроса Но Ведь Нет Предложения Спасибо Большое Кстати Для больших Семей На самом Деле Это Замечательный Вопрос Благодарю За вопрос Он Очень Своевременный Я считаю На прошлой Неделе Как Было Сказано Ранее Мы Встречались На конференции С господином Тойотой Он нам Рассказал Что Что Нас Ожидает В ближайшее Время На ваш Вопрос По поводу Хайландера Слушателям Я поясню Это автомобиль По размерам Что-то среднее Между RAV4 И Toyota Land Cruiser Хайландер Будет В продаже У нас Через Полтора года Поэтому Пожалуйста Плюс Это Семиместный Будет Автомобиль Да Плюс Через Год И Два Месяца У нас Появится Продажа Наконец-то Снова Вернется Легендарный Автомобиль Toyota Camry Это действительно Легендарный Автомобиль Я знаю Что многие У меня один знакомый Которого по-моему 2005-2006 года Он тоже сказал Что Сервис я крайне редко Посещаю И хотя он человек Очень состоятельный Я говорю Слушай Ну ты еще не сменил Автомобиль Он говорит Ты понимаешь Ну он не ломается Что я могу сделать Мне жалко Жалко просто С ним расставаться Да Camry Это самый популярный Автомобиль Бизнес-класса в мире Вообще во всем мире Да Совершенно верно И он снова Вернется к нам Новая модель И выглядит Я его видел Он выглядит фантастически И он будет гибридным Вот может быть Такой последний вопрос То что мы сегодня Успеем обсудить Вы упомянули Вот Большой джип Да Вот Я так понимаю Что появилась уже И новая Бонификация Скажем так Ленд-круизера Да Буквально В субботу У нас произошла Такая презентация Нового ленд-круизера И Мы провели Тест-драйвы В первую очередь Мы пригласили Наших клиентов Которые много-много лет С ленд-круизером И Мы продемонстрировали Новую модель Поэтому пожалуйста В салонах Уже новый ленд-круизер Пожалуйста Приходите Смотрите Делайте тест-драйв И То есть Можете записаться И тест-драйв пройти Да Это один из тех Редких автомобилей Которым можно назвать Настоящим внедорожником Кстати говоря Да Раньше называли Рамный внедорожник Я не знаю Сейчас так Тоже называют Да он рамный И ну Король бездорожья Да Кстати Для многих регионов Латвии Это очень актуально Да Спасибо большое Вот так у нас время Первого нашего Примерного выпуска Передачи По дороге С ВЭС Моторс Подошел к концу Представитель совета ВЭС Александр Оськов На сбор студии Естественно У нас только Выпуски начинаются Мы будем регулярно Встречаться Пока запланированы Наши встречи Два раза в месяц Поэтому Работает наш Видеочат Работает сайт С удовольствием Те радиослушатели Много было звонков Которые не успели Дозвониться Задавать свои вопросы Мы их обобщим И обязательно В следующем эфире На все вопросы Постараемся ответить Спасибо Благодарю вас Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok